Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы возвращаемся в американский постапокалипсис, мир захваченный полчищами кровожадных фриков и продолжаем следить за развитием событий в истории байкера Диккенс и Джона в игре Days Gone. Друзья, в лагере Уизард Айленда у нас есть парочка заданий, послушать речь пафосного деда и встретиться с Хименесом. Давайте начнем с речи пафосного деда. Послушаем еще одну его портянку. Про Шуры-Муры и про проступки и про все остальное. Девушки и сестры по оружию, я несу вам радостную весть. Конец уже близок. Капитан Коури без устали обучает и укрепляет нашу армию. Лейтенант Уитекер, не смыкая глаз, трудится над биологическим оружием, которое позволит нам убивать фриков сотнями. Лейтенант Уивер работает над химическим оружием, которое будет сжигать целые орды. Скоро подсечная огневая тактика останется в прошлом. Мы перейдем от оборонительных действий к наступлению. Мы нанесем сокрушительный удар по фрикам и вернем себе этот мир. Узрите же, сказал он, враг, посеявший их, это дьявол, жертва, это кончина века, а жнецы, это ангелы. И соберут они из царства его всех творящих беззаконие и ввергнут их в печь огненную. Будет там плач истинание, и скрежет зубовный. Мы дешутское ополчение и есть ангелы мщения. И нас не остановить, все свободны. Дед явно прибухивает, мне кажется, по-любому. Потому что такую дурь нести, либо под веществами надо, либо под алкоголем. Одно из двух. Так, ну ладно, хорошо. Очередную порцию бреда, видимо без нее тут жизни нам не будет. Нормально, и поехали к Хименосу, он, собственно, здесь рядом недалеко. Тейлор? Ну, как дела? Ты представляешь, этот урод Коури поставил меня в дозор. Ох, хватит. Как будто что-то может случиться с доком. Вот прям посреди... Да, работа непростая, но ты справишься. Понял? Да, да. А у тебя-то как дела? Натер себе валдырь на заднице, пришел к доку попросить вазелинчик. Ухо-то как. Что? Не слышу. Да ладно, я стебусь. Боли я не чувствую. Док дал мне оксикодон. Ядреный. Короче, нормально все. Ясно. Кстати, лейтенант заходила. Что-то там выпрашивала у дока. Да? Да, решил тебе сказать. Ну ладно, спасибо. Увидимся. Ага. Эстеразбен, жить будешь. Только не лезь больше в драки. Ну, не обещай, док. Знаешь, мэпересе, я тут подумал, я давно не выбирался в водище. Теряю хватку. И стоя ландандо. Смеетесь, что ли? А вы серьезно? Хотите поехать со мной? Я и сам гонял на байке, пока мир был прежним. Ну ладно, поехали. Капрал? Док? Куда-то собрались? Корнель, я давно не был на вылазках. Я хотел поехать вместе с Капралом. Нет, нет, нет. Это исключено. Корнель? Но инкинжа. Послушай меня. Если с тобой что-нибудь случится, заменить тебя будет мне. Нет, сэр, я за ним присмотрю. Свободен, Капрал. Мэтт. Я уже бывал в водище. Я понимаю. Но повторюсь. Если с тобой что случится, я даже не знаю, что я... Что я буду делать без тебя. О-то ну чё, Михалыч, о-то ну чё. А мы-то всё голову ломаем. Что ж тебя, дед, так плющит-то? Понятно всё. Ой, господи, боже мой. Боже мой. Друзья, это нереально. Ладно, погнали. Надо деду этого вазелина привезти, наверное. Она обрадуется такому подарку. Боже мой, какая жесть. Детки от экранов отошли все. Если что. Так, хорошо. Поедем-ка мы к Саре заглянем, да? К ней же. Слушай, у нас оттуда задания берутся-то вообще бесконечно. Смотри. Метка за меткой. Помните, шутка за шуткой эти зайцы скакали. У нас тут метка за меткой постоянно. Погнали. Ну всё, дальше я бессильна. Чем помочь? Ничем. Разве что у тебя есть ДНК-синтезатор. Нет, но у Форд Кломат есть магазин запчастей. Могу съездить. Да ну, откуда у них возьмётся? И снова я купилась. Вообще-то я знаю, где такой, зять. Правда? Ну, в твоей лабе. В Кловердейле. Ну да, для этого надо всего лишь как-то перебраться через горы. А, ну да, это же невозможно. Ты знаешь, как туда попасть. Тогда вези меня. Это приказ, мэм? Да. Нет, я просто... То есть, нет, это приказ. Ну, не знаю, повезёшь или нет? Оденься, потеплее. Наконец-то, боже мой, я ждал этого три года, сидел здесь. Будешь готова, дай знать. Куда-то собрались, лейтенант? Полковник, капитан. Да, мы планируем вылазку за оборудование. Ясно. Как ваша работа? Хорошо. Благодаря Дику, то есть капралу Сент-Джону, я значительно продвинулась. Спасибо, что назначили на мой проект. Лейтенант Уивер тоже добился успехов. Говорит, к концу недели будет готов испытать своё оружие. Я в курсе. Я тоже близка к цели. Вы же понимаете, что вы ценнее любого оборудования. Технику можно заменить, а вас нет. Я уже бывала в одище. И вполне могу постоять за себя. Спасибо. Удачи, лейтенант. Капрал. Идёмте-ка, поглядим на проект Уивера, чем он там занимается. Выясним, что составили. Чему вообще вся эта показуха? Что? Все эти обращения по уставу, звания, униформа. Как-то всё это бессмысленно, тебе не кажется? Оглянись. Ты же служил в армии. Должен понимать. Это другое дело. Почему? Но тогда в мире было больше людей. Не знаю. Потому и армия была для чего-то нужна. По-моему, сейчас она нужнее. Почему? Потому что вокруг царит хаос. Нам нужен порядок и дисциплина, иначе мы не выживем. Я видел много лагерей, где люди живут нормально. Хотя никакой полковник их там не строит. Знаешь, что забавно? Ну, к вопросу бессмысленности жизни по уставу. Нет, что? Я ведь так же думала про ваш мото-клуб. У вас же там были звания. Дорожный капитан, президент. У вас были жетоны, нашивки, татуировки. Как будто своя форма. И когда вы выезжали на дорогу, смотрелись вы как армия. Ну, если на бороду внимания не обращать. Знаешь, если подумать, ты в чём-то права. Я, если честно, удивилась, когда ты пришёл в лагерь без жилеточки этой своей. Я думала, тебя с ней ничто не разлучит. Даже конец света. Жилеточка, да? Я ещё поговорю с полковником. Может, разрешит сменить форму? Ну-ну, попробуй. А раньше блокпоста тут не было? Был, но я прошёл. У дежурных солдат случилась медвежья болезнь. Медвежья болезнь? Эй! Эй! Глуши! Всё, разворачивайся. У нас приказ не дать никому... Не дать никому что, капрал? Простите, мэм, не видел, что это вы. Приказ полковника следить за тем, чтобы никто не попытался уйти в самоволку. Обвиняете меня в самовольной отлучке? Нет, мэм. Так уйдите с дороги. Капрал, почему вы до сих пор здесь? Не путайтесь под ногами. Да, мэм. Простите, мэм. О, Господи. Мне придётся доложить. Да, докладывайте. Звучит серьёзно. В смысле? Он сказал, что подаст на тебя рапорт. Как Мэтт это воспримет? Полковник скажет ему, чтобы знал своё место и не ставил под сомнение слова офицера. Боже мой. Что такое? Ничего, просто... Отсюда такой вид. Поразительно. Да. Я просто уже не замечаю. Ну, не обращаю внимания. Как можно не замечать? Дух захватывает. Ну да, ну да. Благодарный мир встречает новый рассвет. Если бы ты целыми днями пялился в микроскоп, то оценил бы. Ой, оценю. Проснуться с утра живым, это, знаешь, намного лучше другого варианта. Скажу тебе честно, было время, когда я в это не верила. Ну, что можно жить с надеждой на следующий день? Да, я тебя понимаю. Чем ты жил? Ну, как держался? Не знаю. Упрямством от них держался. Слишком был упрям, чтобы сдохнуть. Я тебе не верю. Я ведь сдался, Сара. Правда. А потом, не знаю, Бухарю сожгли руку, и мне пришлось... Я же не мог допустить, чтобы он умер. И я смотрел, как он борется, хотя, казалось бы, какой смысл. Нихера ж ведь никакого смысла. Наверное, я не хотел... Не хотел его подвезти, поэтому я не мог пойти этим путем. А потом выяснилось, что ты жива, и вот в этот момент мне по-настоящему захотелось покончить с собой. Да ладно. Нет, серьезно. Но потом я вспомнил, что у тебя мое кольцо. Вот ради него я и решил держаться. Думал, сгоняю, заберу его у тебя, а в итоге вон как вышло. Паршиво. Точно. Все еще наладится. Ты ведь это знаешь? Ну да. Да. Мы можем победить, Дикон. Правда. Ты меня пытаешься убедить? Или себя? Мы уже рядом, да? Да, подъезжаем к тоннелю Тилсон. Так, помоги мне его сдвинуть. Боже, это что такое? Это сигил. Предупреждение от упокоителей. Упокоителей? Сектанты. Упокоители. Они резали себя, поклонялись фриком, хотели быть как они. И вот что случалось с теми, кто не хотел быть как они. Что, если мы на них наткнемся? Не наткнемся. Поможешь или как? Да, да. Да. Уф. Так, погоди Тут придётся протискиваться Господи Понятно, почему все побросали машины Это ещё что Вот на Олд Белнапроуд есть туннель По которому мы с Бухарем постоянно ездили Перед постом Неро Выстроилась пробка длиной в милю И тут нагрянули фрики Звучит ужасно Я видал и похуже, но... Да Выглядит знакомо Да, да, это здесь Надо же Не думала, что ещё вернусь Так, понятно Электричество есть Ну, это меня не удивляет На крыше стоят солнечные батареи Были слухи про генератор на ядерном топливе Но своими глазами не видела Ну и как мы с тобой туда попадём Сейчас покажу Раз уж тут есть электричество Сара Ирен Уитакер Номер 2007659 Здравствуйте, Сара Ирен Уитакер Добро пожаловать в научный центр Кловердейл В прошлый раз вы авторизовались в системе 751 день назад Подождите Ну, ни хрена себе, какие у вас тут технологии Да ладно, брось ты Айри неразумна Она немногим больше, чем помощник в смартфоне Айри? Автономный интеллектуальный рабочий интерфейс Боже мой Что такое? Ничего, просто Ничего себе Ты смотри, сколько тут еды Не понял, как это всё не засохло? Ну да, а растительная система же вся на автоматике Пока есть энергия, всё работает само по себе Да это охренеть Тут прямо всё есть И еда тебе, и вода, и электричество, здоровенная града Удивительно, что тут никто не поселился Ты сам сказал, электричество Всё-таки это 8 тысяч вольт Попробуй сюда сунься Видишь? Идём Не следи Пора Слеги 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 Жить Сраные вороны Совсем охренели Они заражены Поэтому стали такими агрессивными Поэтому стали занозой в заднице Наверное, можно вылезать потихоньку Ладно Пошли Да Ну и что тут произошло? Не знаю Что? Сара Они все Они ведь здесь все работали Да? Узнаёшь кого? Да Да, узнаю Всё, идём Кто-то расстрелял их, когда они пытались уехать? Судя по всему, да А потом просто всё заперли и ушли Какой в этом смысл? Не знаю, Дикон Меня тут не было Сара Ирэн Уитакер 2-0-0-7-6-5-9 Чёрт Здесь не работает Пошли, тут есть ещё одна Ладно, так почему это Как её там? Айри Почему на воротах она работает А на двери нет? Я удивлена, что она вообще работает Я помню, наши айтишники Постоянно жаловались, что система падает И это при еженедельном техобслуживании А прошло сколько? Два года? Девушки отдыхают Мы быстро уйдём и ничего вам не сделаем Впустите! Ну, а другой вход есть? Да Есть вариант, идём В служебном корпусе есть пожарный выход Так наверняка они и его тоже заперли Да может, никакие они ничего не запирали Это, наверное, просто глюк К тому же, аварийные выходы нельзя заблокировать Существуют протоколы безопасности Вот он Надо только сообразить, как туда залезть Погоди, погоди Я могу прострелить защёлку Друзья, не знаю Может я буду молчать всю серию Это зависит от событий, которые тут развиваются Ну, походу, да, скорее всего Не нравится мне это Давай я пойду первым Не знаю, что там произошло на парковке Но я тебе говорю Через этот забор никак нельзя перебраться Я этих людей знаю И если Джим там, он нас пустит Джим? Это который стерёг ворота? С таким рвением, что как-то раз Меня чуть не пристрелил? Ну, это было очень давно И с тех пор многое изменилось Да, только не к лучшему Сара Ирен Уитакер Номер 200-7659 Добрый день Сара Ирен Уитакер Добро пожаловать в научный центр Кловердейл В прошлый раз Вы авторизовались в системе Семь минут назад Подождите Вот видишь Те двери, наверное, просто сглючили Ты готов? Быстро, быстро Поднись Ах ты, я видел Просто сглючили? Да У меня правило простое Никому не верь И жди худшего Я начинаю понимать твою логику Сиди тут Прикрывай меня Ты должна как угодно Я схожу, когда всё Если будет возможность Прострели эти долбанные динамики Я от её голоса уже звелию Я тебя понимаю А куда он полетел? Класс Физика здесь, конечно, моментами чудная Не зря я взял Баррет Не зря Иду Надо перезарядить Неужели? Привуга Привуга Это тривуга четвёртого пола Охрана Проследуйте в служебный корпус Так, где ты? Где ты трещишь? Можно Иду Ладно, видел патроны там возьму Думал, может ещё пострелять придётся Надо подняться по лестнику И пройти через крышу Ладно Пойдём Внимание Разрешено устрелять Тебе не уйти Так, держа Наша взяла Боже Иду А кто они такие? Бандиты или охрана этого места? Непонятно Зачем этот бой? Почему бы и не поговорить? Странно Вот эти события сейчас вообще мне не очень понятны Ну это ж явно охрана какая-то, да? Что там написано? Ну что-то типа security, да? Наверное, не знаю Ну это странно Что-то я не очень разделяю эти моменты Заперто Подожди Сара Ирен Уитакер Номер 2-0-0-7-6-5-9 Сара Ирен Уитакер Несанкционированное проникновение Включена блокировка дверей Повторяю Отмена Номер 2-0-0-7-6-5-9 Отмена Защитный протокол Альфа-7-6-1 Отменён Господи, да заткнись ты уже Похоже, внутреннюю защиту не заблокировали Ты готов? Да, только теперь Я пойду первым Нет, теперь Мы пойдём вместе Это тревога четвёртого уровня Откуда ты взял? Треба на территории Отравлены расследуете в служебный корпус Чёрт Снайперы на крышах Тебе конец Ах ты ж гад такой Смотри, где сидит, а? Что? Вома По нарушителям Разрешено стрелять на поражение Там ещё! Вижу Ещё разок Сара Ирен Витекер Номер 2-0-0-7-6-5-9 Отмена блокировки И отключи нахрен голосовой ответ Ого Готова? Это тревога четвёртого уровня Они прорвались! Охрана, расследуйте в служебный корпус Джим, стой! Ах ты, ублюдок! Ну, сама говоришь Многое изменилось Найду тебе применение Надо убедиться, что путь свободен Да, сейчас Разрешено стрелять на поражение Внимание Разрешено стрелять на поражение Никого нет Тут пусто Тревога, тревога Извещена служба Девять Остановитесь Вы не пострадаете Это мне нужно Тут тоже Тревога, тревога Это тревога четвёртого уровня Пригодится Охрана, расследуйте в служебный корпус Ладно, порядок Они ждут нас в Атриуме Попробуем через дверь Сара Ирен Уитекер Номер 2007659 Отмену блокировки И отключи нахрен голосовой ответ В доступе отказано Сара Ирен Уитекер Ваш допуск был отозван Пожалуйста, обратитесь К системному администратору Тревога, тревога Извещена служба Девять один один Эй, эй Все равно бы мы так угодили Прямо в западню На эту дверь С той стороны Все пушки сейчас нацелены Нам нужен другой вариант А что, он есть? Да уж найду А отсюда есть какой-то выход На крышу? Стрельба на территории Вот здесь Охрана, расследуйте в служебный корпус Тут есть уступ С того кондиционера Ты сможешь залезть на крышу Нет, на крышу придется лезть тебе Заберись туда и открывай огонь Ты должна их отвлечь Пока они все смотрят вверх Я зайду отсюда и застану их врасплох Слушай, да, это очень хороший план Но есть тут одна проблема Какая? Дверь на замке Ты не забыл? О, черт Пойдем, у меня есть идея Развещена служба 9-1-1 Полиция уже в пути Остановитесь И вы не пострадаете Тревога, тревога Это тревога четвертого уровня Приложила огонь к сканеру Охрана, расследуйте в служебный корпус Что ты делаешь? Есть, вошла Они вырубили систему защиты Но забыли про админские коды С этой станции я могу выдать тебе временный код доступа Код будет таков Слушаю Твое полное имя и номер 5429009 Запомни 5429009 Правильно? Да, пошли Я вообще не понимаю А что мы делаем Имея бары 50-го калибра Который разнесет эту дверь Просто в щи Не понимаю Ладно Хорошо, давайте дальше Заниматься Ерундой Сейчас Момент А, то есть Ты не можешь здесь, да? Ну ладно Как это сделать, черт возьми? Где? Чего? А, вон там Все, вижу Готов? Ага Заберешься? Да Дождись, пока я отвлеку их и заходи Слушай, ты только не рискуй Стрелять на поражение Внимание Разрешено стрелять на поражение Ладно Давай Привет Нет Тревога, тревога Извещена служба Тревога, я знаю, что ты там Ответь мне Дикон Ли Сэн Сон Номер 5429009 Докторись, дикон Ли Сэн Джон Добро пожаловать в научный центр Кловертейл Жив, просто все решишь по-другому Пожалуйста Отключить голосовой ответ Болейте ее Жив, послушай меня Поехали Сама виноват Надо было сразу уходить Она помогла На поражение Внимание Разрешено стрелять Весь, скажешь Так, держать Нашу тела Сбоку Тревога, тревога 9-1-1 Полиция уже в пути Остановитесь И вы не пострадаете Тревога, тревога Это тревога четвертого Это последний Охрана Проследуйте служебный фонд Я видела Джейм побежал В офис наверху Ладно, подожди Сейчас его приведу Внимание На поражение Внимание Разрешено Руки Руки Не стреляй Не стреляй Я сдаюсь Стоять Не стреляй Он нужен живым Твою мать Руки вверх Ладно Ладно Вы Скажите, что вам нужно Он чист Мы просто защищались Ну-ка, давай Там снаружи Столько мертвых Джим Это ты их всех перестрелял? Не понимаю О чем ты говоришь А за что? Что они такого хотели-то? Вернуться домой к родным Привезти их сюда Но ты им не позволил Мы просто не могли рисковать Вставай Стойте 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 Я не могу Не заставляйте Джим Я считаю до трех Нет, нет, нет Раз Вы не понимаете Два Нельзя этого делать Три Открывай гребаную дверь Ладно, ладно Вы знаете Что вы делаете? Спасибо, Джим Не беспокойся Мы все знаем Пожалуйста, не надо Отпустите Извини Мы просто не можем рисковать Идем Хочу убраться отсюда Так это правда А я не хотела верить Ты Ты о чем сейчас? Это же все Моя вина Я не понимаю О чем ты? Должна была сразу Понять Раньше мы тут Растили Копытник И Магонию И И вдруг Все изменилось И Они все Перекрыли Лишили меня допуска Дэвид 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 Кто такой Дэвид? Дэвид Горман Он проходил у нас практику А я ему сказала Что у нас большой фарм-бизнес Что у нас У нас хай-тек И все такое Что на кону миллиарды долларов Так что не надо мутить воду А он не послушал Он влез в систему Обошел защиту Он сказал мне Что это какой-то Супер-секретный Госпроект Ты лишь что-то там не знаешь. Секретный проект. Он хотел стать следующим Сноуденом. Он хотел лично вытащить это все на свет божий. Дэвид Горман изобличает империю зла и спасает мир, ну ты понял. А я не стала его слушать, Дикон. Я сказала ему, что он просто параноик. И видимо, он пробрался сюда и раздобыл какой-то образец. Я не знаю, что за дрянь они тут стряпали. Погоди, я ничего не понимаю. И, конечно, это уже потом у меня пазл сложился. В тот день, когда меня ранили, я поехала в офис Кловердейла Фервелли. Я хотела отыскать Дэвида, но его там уже не было. Он две недели как уехал. В Портленде проходила большая конференция экологов. Видимо, он поехал на встречу с репортером. Наверняка был уже заражен, но еще не знал этого. О, Господи. А через два дня... Через два дня все на этой конференции уже подхватили заразу. Они сели на самолеты и по домам. Неделю спустя два с половиной миллиарда человек погибли. Сара, нет, ты в этом не виновата. Ты не могла его остановить. Как бы ты его остановилась? Это исследование. Мой проект был частью всего этого. Дикон, я к этому причастна. Я... Меня... Меня использовали. Так, слушай, погоди секунду. Что? А как отключить электрическую ограду? А... Питание вырубить. Это в здании рядом с теплицами. А зачем? Ну, просто... Тут много еды, и я подумал, надо бы связаться с Бухарем, сказать ему и Рике. Ну, то есть, всем в Лос-Лейк сообщить. Ты сможешь сама погрузить? Да, смогу. Ладно, я... Я быстро. Давай. Вот это поворот, друзья. Очень эмоциональная сцена, на самом деле. И Сару жалко. А нам нужно... А, жесть, там эти вороны идиотские. Отключить электрический забор. Хорошо, а что делать-то надо? Куда-то вот в здание пробраться, да? Наверняка, вот это здание. Ты же вороны. Черт. Да нет, нет, нет. Беги, беги, беги. Сейчас навалят, твари. Сжечь гнезда крикунов. Окей. Этим мы уже с вами занимались и не раз. Ну, твари, поганы, сейчас завалю вас просто. Тупое создание. Короче, погнали. Ай, жесть. Они подойти не дадут, твари поганые. Вторые побесиву, наверное, после вот этих всяких волков, клыкачей и прочего этого сброда. Вторые побесиву твари, потому что нереально подойти. С ними биться надо или нет, я не понимаю. Ай, жесть. Короче, мы не подойдем вообще к этой шляпе ни на шаг. Они бесконечные, серьезно. Ты издеваешься, игра, ну хорош тебе, на самом деле. Да, мы реально туда не подойдем сейчас. Они, потому что они летят бесконечно. Причем, если пропускаешь удар, то они безнаказанно тебе. Да, и новая пачка вылетает тут же мгновенно. Ммм, блин, 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 блин. Может попробовать как-то прокраситься, например? Да, конечно, да. Конечно, да. Нажри, поганая тварь. Так, короче, короче, подожди. Интересно, а на них работают какие-то манки или что-то подобное? Конечно, стрелять по ним интересно. Я бы еще этим позанимался, нам нужно идти дальше. Давайте попробуем. Может быть, манок на них работает как-то, например? А в общем, да. А в общем, работает. Слушай. Нажрите, твари поганые. Поганые. Жрите свинец. Собаки вылетающие. Так, короче, ладно, я понял принцип. Мы их сейчас отманем. И сожжем гнезда. Не-не-не-не-не-не. Идем сразу сжечь. Так, так-так. По-моему, здесь вот я одно видел. И, по-моему, вот здесь вроде бы, да? Рваное такое дерево. Горите, твари. Так, отлично. Все, наверное. Теперь мы хотя бы сможем их... А, они разлетаются. Смотри, без гнезд они просто разлетаются. Видимо, ищут себе новые, да? Скорее всего. Жесть. Какие вообще потные вороны. Нереально. А тут, кстати, можно маночек, наверное, сделать, да? Сигналку. Разобрать и сделать потом манок, который потратили. Хорошо. Ну, так-то они к Саре полетели. На самом деле, ничего хорошего. Здесь есть аптечка и вот бутылочки. Вот это нужно очень было мне все время. Я, кстати, не думал, что манок на них сработает, но это единственное какое-то такое решение, да? Которое здесь может быть. Когда ты реально не можешь подойти, либо бежать там как-то на спидах, но такое количество этих тварей, что никакие спиды тебя не спасут. На самом деле. Теперь осталось вскрыть дверь. Хорошо, что так. А так бы слили сейчас бы патронов. Пытаясь перебить бесконечных ворон. Вроде бы все. Так, здесь ничего, да? А здесь что-то есть, хорошо. Бухарь, это Дикон. Прием. Лагерь Лос-Лейк. Меня слышно? Дик? Дик, это ты? Да, Бухарь, это я. Рад тебя слышать, брат. Я тоже рад. Короче, у меня мало времени. А тот научный центр, где работала Сара, рядом с Сайрон Бьют, где упокоители. Короче, ты понял, какое. В общем, здесь есть еда. Много еды. Кукуруза. Скажи Рике, Майку, пусть пришлют кого-нибудь. Стой, ты ее нашел? Ты нашел Сару? Да, Бухарик, я ее нашел, да. Это, это охрененно, Дик. Когда привезешь ее к нам в Лос-Лейк? Нет, я долго объяснять. Давай потом. Дик. Да. Скажи ей, скажи ей, берегите себя. Хорошо. Бухарь. Бухарь, Бухарь. Вызываю лагерь Лос-Лейк. Черт. Лос-Лейк, прием. Рики, отлично, слушай. Дик? Да, да, это я. Короче, тут... Не ожидала тебя услышать. Майк сказал, ты не вернешься. У меня мало времени. В общем, тут есть... Ты ее нашел? Да, да, нашел. Рики? Я рада, Дик. Ты был прав, мы выжили. Хорошо, что и она тоже. А. Дик? Да, в общем, слушай. Тут есть одна ферма, электричество, ограда под напряжением. Ага, я поняла. Если сюда приедете, спроси Бухаря. Это где Сара работала? Рядом с Сайрон Бьют. Он знает, где это. Приезжайте, тут еда. Тут много еды. Я поняла. Как он там? Он хорошо, хорошо. Угадай, кого мать поставила начальником охраны. Че, реально? Ага. Обалдеть, а... Можешь ему... Хотя, ладно, Рики, мне уже пора. Пока, Дик. А, знаешь что? Подожди, подожди, подожди. А, помнишь, ты сказала мне про свечку? В общем, ты была права. Я знаю. Конец связи. Пока, Рики. Сан-Джон, говорит Коури, где ты? Мой боец доложил, ты проехал через его пост у перевала Тилсон? Да, капитан. В Айрон Бьют есть научный центр. Саре, лейтенанту Уитакер, потребовалось кое-какое оборудование. И это единственное место, где его можно раздобыть. Она не выходит на связь. Полков не хочет знать, почему вы еще не вернулись. Скажите ему, что мы уже едем. Он хочет с тобой поговорить. Не слышу вас. Связь... Ты с ним поговорил? С Бухарем? Да. Да, да. Сказал ему, что у нас все в порядке. И что ехать пора. Нам надо миновать перевал, пока погода не испортилась. И что думаешь? Не знаю. На вид дело плохо. Ну, что ж, попытка не пытка. Все, поехали. Девушки отдыхают. Чисто! Эй, иди сюда, поешь чего-нибудь? Да, секунду. Я вымокла до нитки. Извини. Я думала, что никогда не согреюсь. Ты, вроде, хотел поесть? Да. Да, сейчас. Да. Есть ты не хочешь? Да, мне тоже. Замерзла? Замерзла? Иди сюда. Да. 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 Иди сюда. Иди сюда. Да. Да. КОНЕЦ 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 да классно классно сижу лыба у меня до ушей классно здорово правда вот так они спалились в конце очень странно шифровалась сара там до последнего как-то свои чувства не показывала то так взялась спалилась этим поцелуем ну ладно кауре вроде бы я верю что он нормальный мужик посмотрим осмотрим о здорово друзья душевная серия классная вообще слушайте как вот игра все-таки круто устроена да смотрите то есть нам не давали сару как бы нормальным смысле слова да всю игру практически вот сколько там ну половину игры а потом такое количество да вот их вместе что прям вот реально как облегчение такое здорово так что там знакомое лицо кстати разукрасим почему бы нет а у тебя как дела вы все время так разговариваете а пойдемте сразу кстати разукрасим баррит мне понравился классная штука вообще целиться не надо раздавай куда хочешь да капитан капрал сэн джон на связи возвращайся в штаб немедленно я жду тебя в лазарете в лазарете что случилось произошел инцидент я еду так хорошо литерату текер вы на связи сара сара ответь на что ж такое вот когда бы ты не искал у нас есть а как у тебя байк а не как у тебя вообще наверно да таких нет услуг понятно дик заглядывать хорошо братан ты и подожди тут у нас какие-то проблемы нарисовались в лазаре да это как раз таки вот сюда вверх иди иди что происходит капитан доктора хименеса убили что этот подонок перерезал ему где тейлор он тейлор что-то видел все препараты пропали тейлор это моя вина я назначил его в лазарете нет нет я не об этом тейлор наркоман ты знал хотя неважно уже нет но это какой-то очень странный поворот правда что ли тейлор ты такой был персонаж интересный ну не может так все в тупую вот так вот закончится ну ладно посмотрим опять речь полковника слушай да ну погнали но и в жизни великого человека. Капитан Артуру Хименес. Наш док скончался. Его отняли у нас накануне нашей победы. Капитана Хименеса убили. Злодейски лишили его жизни. Его кровью и поныне пропитана палатка, где он трудился день ото дня, поднимая на ноги больных и раненых. Трагедия не в том, что хороший человек погиб зря, хотя это вызывает у меня неподдельную скорбь. Трагедия в том, что он был незаменим. Он был единственным врачом среди нас, а может, и во всем мире. Теперь я осознал, какую огромную ошибку мы совершили. Мы наполнили наш ковчег книгами, семенами, дисками, медицинскими журналами и энциклопедиями. Этого у нас в избытке. Но кто теперь, по окончании войны, научит нас ими пользоваться? Журналы можно заменить. Книги и энциклопедии можно заменить. Доктора Хименеса, нашего единственного врача, заменить некем. Я пойду оплакивать его. Полагаю, как и вой. Все свободны. И вот вроде как, вполне здравая речь, но совершенно идиотская. Жестикуляция его и вот эта вот театральная игра. Боже мой, как это нелепо выглядит в этой речи. Я понимаю, что разработчики запилили одну анимацию на все его выступления. Но насколько это нелепо выглядело сейчас? Он размахивал руками, как идиот какой-то. Взывал куда-то руки там к небу, да, поднимал. Падал там на колени. Трусился, колотился весь. О, господи, боже мой. Это какая-то дурь совершенная. Он вызывает с каждым разом, он вызывает все больше и больше отвращений этот чертов дед. Жесть. Просто жесть. Так, смотрим, что у нас, собственно, есть. Здесь у нас нет ничего, но у нас есть вот это вот задание. И может быть мы с вами напоследок, наверное, да, разомнемся. Разомнемся здесь, закупимся патрончиками и сгоняем. Может быть даже что-то еще подъедет к нам. Интересное. Они явно переборщили с пафосом этого товарища. Ну, явно переборщили. Поначалу это вызывает какую-то улыбку, потом это вызывает реально настоящее какое-то отвращение. Ты капрал при исполнении. Сержант, рад тебя видеть. Вот, другое дело. Сделаешь меня миллиардером, да? Хорошо, улучшаем понемножку, да? Все, вроде как, да? Ну, баррета ставлю, потому что мы сейчас поедем к этим. Может быть он и не баррет, я просто так называю, потому что 50-й калибр. Ну, до встречи. Как же он нелепо сейчас выглядел. Прям, я не могу отойти. Меня прям реально колотит от этого бреда. Нереально нелепо выглядел сейчас этот полковник. С своей жестикуляцией, этой безумной какой-то фанатичной. Кабрал Сен-Джон вызывает капитана Коури. Прием. Коури на связи. В общем, я буду искать Тейлора. За ним уже выслали несколько патрулей. Полковник в ярости. Ну, еще бы. Док был хороший мужик. Капитан Хименес был нашим единственным врачом. Слушайте, Тейлор вроде говорил, что хочет податься на лендую базу. Поищу его на. Если найдешь, сообщи. Но учти, полковник велел брать его живым. Да, понял. Конец связи. Бабки по барабану. Тут с бара-то за спиной шмаляют. Она как шла, так и идет. А че мне? Мне хорошо, я гуляю. Кабрал Сен-Джон, жду тебя срочно в Даймонд Лейк. Есть, капитан. Хорошо, скоро приедем. Но, не знаю, друзья, скорее всего, уже в следующей серии это будет Даймонд Лейк у нас. Заодно там посмотрим на байк. Что-то новенькое можно поставить. В этой серии хочу еще на последующих растрепать вот этот лагерь. Ну, или не лагерь, там, что там, задание наше. После того, как все случилось, идеи о глобальном заговоре вызывали у всех только смех. Теперь никому не смешно. Такая хрень по всему миру. И в Индии, и в Южной Америке, и уж чего никто не ожидал, в этом оказалась замешана трехсторонняя комиссия. Это такая неправительственная продеющая за развитие сотрудничества между Северной Америкой, Западной Европой и Японией. Развели, ничего не скажешь. Выбрали места, по которым пришелся первый удар. Но кто-то предал Америку. Не подумайте, ООН я тоже со счетов не сбрасываю. Они годами потворствовали террористическим режимом. Может, они и сейчас преспокойно продолжают собираться? Просто без нас. А наши бывшие друзья заняли наше место в совбезе. Судите сами. Конечно, все это замутили в Неро, но без помощи извне развязать такое невозможно. С вами Марк Коупленд. Это радио Свободный Орегон. Не верьте лжи. Кто знает, Коуп? Может, в кои-то веки ты прав. Расскажи я тебе, что они создавали в Кловердейле. У тебя под носом. Тебя бы удар хватил. Полковник, я там, где ее в последний раз видели. Нашел ее? Пока нет, но зато нашел брошенный байк ополчения. Так что она где-то рядом. Отлично, Капрал. Продолжай поиски. Отбой. Так что же случилось? Байк сломался, и ты? Ты психанула. Неудивительно. Маленькие следы. Наверное, ее. И они ведут сюда. Ну что ж, пройдемся по следу. Я думаю, что байк нам не понадобится. Если что, потом вернемся. Посмотрим поближе. Что это? Похоже, она что-то уронила. Что ты уронила, Кристал? Что бы это ни было, ты очень хотела это вернуть. Так, что это? Кольцо. Так, одно из них я нашел. Еще следы ведут сюда. Кстати, я голоса какие-то слышал сейчас где-то. Так, надо осмотреться. Что это? О, желтый снег. Ну да, а что делать, если приспичило? Ты, видимо, вообще ни о чем не паришься, да, Кристал? Еще следы ведут сюда. Дикон, и запомни, никогда, никогда не ешь желтый снег. Полковник, это Сен-Джон. Капрал, капитан Коури сейчас доставляет задержанного. Завтра состоится законный суд. На закате мы его повесим. Законный суд? Ну нет! Конечно, каждый заслуживает справедливого суда. и справедливой казни через повесенье. А, ну да, справедливость. Ну, приказ я выполнил. Конец связи. Как-то не вовремя порой вот эти диалоги все начинаются. Потому что я сейчас вообще не сосредоточился, о чем была речь. Потому что нужно еще и врагов высматривать. Волки! А, волки, да? Ну как бы пускай, пускай, пускай. Пускай ребята развлекаются. О, патроны есть. Ну мы зайдем потом туда. Убили! Так, 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 а мне придется стопудово. Ну в принципе, ладно, можно взять, наверное, уже патроны. У винтовочки запас небольшой. Да, как же все-таки со снайперкой удобно это все делать. Чистить это все дело. Кайф. Один убит! Кого-то родили. Это еще что? это ... да жесть жесть сколько вас там твари да отвалите уроды ну и жизнь какая поганый дофига дофига очень много не должно быть столько много диком залезать давай давай мансить я не знаю маневрировать а все-таки в доме можно спрятаться до жесть безумная жесть я думал внутри нет сперва думал 2 потом думаю ладно 3 их вообще дофига наверно штук 5 или 7 я не знаю это очень много это нереально много вот он еще один на пошел вон но хотя бы их не сделали настолько умными что они залезают в дома хотя в принципе собаки ничего не стоит просто по моему еще есть ничего не стоит конечно запрыгнуть в окно но не настолько тупая но видимо у этих да у зараженных наверное все с мозгами все очень плохо такой мне тут красивую серию они не обломали гады чертовы в одной из тех его но хотя бы выжил я бы мог вообще сейчас не выжить на самом деле мне еще повезло что я все-таки додумался как-то в дом заскочить если бы не заскочил скорее всего сдох так а кто здесь а еще один волчок а точнее это уже был нормальный волк сперва на них волки напали вот уж потом клыкачи приперлись мясо здесь наверное здесь слишком хитро было бы да не так уж трудно так и не научилась выбирать друзей да пошел ты ты меня не помнишь я тебя помню стоял там на помосте и лизал полковнику зад как хороший солдатик божечки кошечки ты знаешь зачем я здесь небось этот урод назначил награду за мою голову ну так давай вперед мне на это насрать ты че делаешь то я тебя не убью мне мне нужны кольца слышь это мои кольца эти козлы украли их у меня они мои да да я знаю но выбор прост кольца или жизнь что выбираешь да катись ты нахер не благодари ну странное решение ладно я честно говоря не понял вообще что что в итоге дикон замутил кольца мне нужны кольца ну окей так а что здесь или это под домом наверное непонятно так отдать украшение в качестве доказательства а то есть он просто решил ее отпустить ясно понятно ну как быть таких я не знаю такие не меняются подожди почему где это находится место с крестиком как где она как туда попасть а это крыша всего это не под это над я фото да это же этот тип который на крыше здесь сидел точно все все так ну окей единственный момент нам до байка возвращаться достаточно далеко но что-то жестко сейчас было на самом деле прям жестко особенно появление этих клыкачей что-то мне опять показал что кто-то рыкнул даже до конца не уверен но что такое было я думаю что все наверное друзья на сегодня на этом да я потихонечку буду возвращаться обратно и в следующей серии мы с вами продолжим неплохо покатались сюжета прям началось прям как я хотел все как я хочу ну ладно мы еще найдем наши орды крайне случае будет точно одна сюжетная самая большая причем ну а здесь мы с вами остановимся и продолжим уже в следующей серии спасибо что посмотрели это видео если вам оно понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал комментарии обязательно пишите советы предложения и пожелания увидимся в следующей серии пока пока